МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами программа Исторический гороскоп. И я, Анастасия Бусыгина. Сегодня 16 марта. В нашей программе будет представлен зодиакальный гороскоп с исторической справкой о событиях в этот день. К мнению Овнов, сегодня будут прислушиваться все окружающие. Главное, не говорите больше, чем вы знаете на самом деле. В этот день, в 1962 году, Никита Хрущев объявил о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой. Хлопотный день сегодня у тельцов. Возможно, вместо того, чтобы провести воскресный день в кругу семьи, вам придется выручать своих друзей, попавших в беду. Так, в 1978 году у побережья Англии, королевой которой была и поныне является Елизавета II, из-за аварии на супертанкере Амоко Кадис, в воду вылилось 223 тысячи тонн нефти. Несмотря на выходной день, близнецы сегодня его могут провести за столом переговоров. Конечно, всех дел не переделаешь, но их важность, очевидно, вас может заставить начать рабочий день уже сейчас. В 1945 году в этот день была начата Венская операция войск 2-го и 3-го украинских фронтов. Третьим украинским фронтом командовал советский маршал Федор Толбухин. Представители раков сегодня, возможно, ждет какое-либо открытие, сюрприз или даже прибыльная находка. Например, в 2004 году в Лондоне были обнаружены личные бумаги сэра Артура Конан-Дойля, среди которых оказались письма, в том числе от Уинстона Черчилля, Оскара Уальда, Бернарда Шоу и президента Рузвельта, а также дневниковые записи, черновики и рукописи неизданных произведений автора Шарлока Холмса. Предварительная стоимость находки составила 2 миллиона фунта стерлингов. Если ли вам что-то не удалось сделать ранее, то сегодня самый благоприятный день для завершения незаконченных дел, как это было в 1995 году, когда в штате Миссисипи была ратифицирована 13-я поправка Конституции США, которая официально запрещала рабство. Это событие произошло при 42-м президенте США от демократической партии Бильяме Джефферсоне Клинтоне, более известного как Билл Клинтон. Уж лучше поздно, чем никогда. Девы, если вы не хотите, чтобы ваши коллеги или родственники натворили каких-нибудь неприятностей в своей жизни, постарайтесь проконтролировать их действия, а уж потом наслаждайтесь воскресным отдыхом. В этот день, в 1968 году, американские солдаты вырезали все население деревни Сонгами в Южном Вьетнаме, убив около 600 человек, в том числе женщин и детей. В то время президент США Линдон Джонсон, главным событием периода, правление которого стала война во Вьетнаме, поддерживал агрессивную политику в Юго-Восточной Азии. Сегодня у весов успешный день для реализации своих планов. Вы можете начать строительство дома или обустроить дачу, а также провести эксперименты в области своих изобретений. Так, в 1926 году в штате Массачусетс, расположенном на востоке США, на берегу Атлантического океана, американским конструктором Робертом Годдардом была запущена первая ракета на жидком топливе. Еще в юности, после прочтения книги Уэллса «Война миров», Роберт заинтересовался исследованиями космоса, и получив соответствующее образование, он начал конструировать ракетные двигатели. На основе его работ также были созданы первые американские модели противотанковых гранатометов «Базука». По-прежнему успех во всех делах присутствует у «Скорпионов». Вы можете завершить как уже ранее начатые дела, так приступать к реализации новых идей. В 1867 году в этот день француз Жозеф Манье, бывший садовник, получил патент на напряженный бетон, ставший главным материалом при возведении высотных зданий. Стрельцы! Не берите на себя чрезмерно высокую ответственность, если вы не в состоянии нести такую ношу, как это было сделано великим князем Михаилом Александровичем, младшим братом Николая II в 1917 году, когда он отрекся от престола в пользу учредительного собрания. Успешность реализации новых идей также преобладает сегодня у козерогов. В этот день в 1919 году в США, президентом которых был Вудро Вильсон, впервые испробовали беспроволочный телефон для переговоров с самолетом. Чрезмерная усталость у водолеев может привести к апатии или даже неожиданным выпадам агрессии, поэтому вам лучше отдохнуть и желательно за городом, где никто вас не побеспокоит. В 1923 году, в этот день, римская полиция запретила свист и другие проявления недовольства игрой актеров в театрах. Полноценным отдыхом в кругу семьи следует сегодня наслаждаться и рыбам. Дела от вас никуда не уйдут, а отдых только прибавит вам сил перед трудовой неделей. 16 марта 1884 года родился Александр Беляев, советский писатель-фантаст, один из основоположников советской научно-фантастической литературы. Наслаждайтесь отдыхом и говорите своим близким как можно больше приятных слов, и они порадуют вас тем же. С вами была программа «Исторический гороскоп» и я, Анастасия Бусыгин.